На мой взгляд, крайне важная необходимость иметь законные рекомендации, которые позволили бы нам всем использовать их для лечения наших пациентов. Насколько это важно, давайте буквально несколько слайдов подумаем о том, что мы бы хотели видеть в нашем лечении и надежды на то, что таргетная терапия и онкоиммунология нас не будут беспокоить и не будут осложнять течение лечебного процесса у пациентов. К сожалению, не оправдались. Мы видим, что различные нежелательные явления, а вот там, к примеру, это иммунных поражений достаточно много, это огромный спектр болезней, продолжает оставаться и, соответственно, мы имеем глубокий проблем, комплексы, которые сопровождают лечение практически каждого пациента. Только маленькая толика из них отсутствует необходимость получать какую-то терапию. На сегодняшний день созданной в мире существует масса современных рекомендаций, как зарубежных, так и отечественных, которые помогают и призваны помочь нам справиться с этими осложнениями, а во многих ситуациях их предупредить. И благодаря этим рекомендациям у нас есть инструменты, с помощью которых мы можем облегчить жизнь пациента, а иногда повысить качество их жизни до такого уровня, которое бы позволило им полностью адаптироваться к социальной жизни, не страдать от того, что у них есть онкологическое заболевание, а находиться в семье и заниматься своими практическими рабочими, семейными делами и так далее. Если вот коротко посмотреть, я очень быстро покажу, какую часть проблем приходится решать при проведении стандартной банальной схемы ЭСИ для пациентов раком молочной железы. Это, по крайней мере, здесь представлено 9 вариантов тех возможностей лечебной помощи, которые мы можем предложить для облегчения ситуации с проводением вот такой токсичной химиотерапии. Это касается не только рака молочной железы, мы можем взять любую болезнь, я не буду долго останавливаться, хочу просто показать, что требует поддерживающая терапия, наверное, любой ситуации, которая возникает при лечении наших пациентов. Ну и вот то, о чем сказал Сергей Алексеевич, первые же клинические рекомендации по раку пищевода и кардии, которые я просто взял и попытался оценить для того, чтобы посмотреть, как решается проблема, но мы все знаем, как она решается. Вот выделены отдельные пункты, которые описывают то, что принципы лечения и профилактики различных осложнений следует искать на сайте Русска и пользоваться теми рекомендациями, которые уже разработаны. Но, конечно же, не хватает нам того, чтобы они все-таки были. И с этим я бы хотел начать голосование. Два вопроса, на мой взгляд, важные, которые нам нужно решить и которые мы должны, наверное, сегодня рассмотреть. Это целесообразно ли обязательное проведение поддерживающейся проводительной терапии онкологическим пациентам, которые получают лекарственную противоопухолевую терапию с целью профилактики или коррекции нежелательных тембин. Конечно, это касается тех пациентов, у кого они развились. Ну, возможно, и профилактика для тех, у которых еще ее нет. Если вы согласны, то голосуйте «да», если не согласны, то голосуйте «нет». Голосование, правила голосования у нас есть на сайте. Но я еще раз повторяю, что голосование происходит на странице эфира. Для того, чтобы принять участие в голосовании, выйдите из полноэкранного режима просмотра, если он включен, и в форме для голосования из предложенных выберите вариант, за который хотите отдать свой голос, и нажмите на него. Голосование идет. В студии у нас есть... Не надо про студию, хорошо. У нас должна окончательная картинка появиться. Да, сейчас я... Вы, к сожалению, наверное, не будете, Олег Александрович, ее видеть. Я вам сейчас отвечу. 98% за то, что целесообразно проведение поддерживающей сопроводительной терапии онкологическим больным. И вы знаете, есть 2%, которые считают, что нет. Но это, наверное, мы не будем принимать. Скорее всего, наверное, ответ это все-таки почти что 100%. Потому что на такой вопрос, я думаю, что 98% за. 2%... Я теперь перехожу, разрешите, ко второму вопросу. И он вытекает из первого. Считаете ли вы необходимым создание и введение рекомендаций по поддерживающей сопроводительной терапии в обликатор клинических рекомендаций Минздрава Российской Федерации с целью обеспечения онкологических пациентов необходимыми лекарственными средствами, облегчающими проведение этой терапии противопухолевы и способствующих улучшению качества жизни? То есть, та ситуация, когда мы будем иметь инструменты уже на вполне законной основе, которые могут оплачиваться, или это не вызывает особой необходимости, мы можем изыскать средства те, которые сейчас имеем в своем арсенале. Да, это за необходимость создания. Нет обязательного введения рекомендаций в рубрикатор. Спасибо. Результаты у нас уже готовы. Сейчас они будут выведены у нас в студии на экран. 97% да, 3% нет. Ну, я тоже думаю, что... Тем не менее, мы имеем различные мнения, и позитивные, и пусть в небольшом проценте негативные. Однако, все-таки, наверное, большинство из нас считает, что делать это необходимо. На этом я хотел бы завершить свою презентацию и уже предоставить, может быть, возможность для основной повестки, которая сегодня будет, и сказать о том, что она предполагает быть интересной. Но я со своей стороны хочу просто повысить внимание аудитории к этим сегодняшним обсуждениям и активно поддерживать и принимать участие в голосовании. Спасибо. Спасибо.